Не в деньгах счастья доказал научным путем российский психолог Александр Удалов. Он приехал сегодня в Архангельск по приглашению друзей и рассказал о том, как бесплатно объехал весь мир. Круглосветное путешествие длилось ровно год. Главное его условие – полный отказ от денег и даже мобильной связи. Для чего ученый решился на столь суровые лишения, Владимир Толкский узнал. Это Александр Удалов в Нью-Йорке на Пятой Авеню. Город, который находится так расположен, что, по моим ощущениям, это просто крепость какая-то. А вот он уже в Новой Зеландии путешествует автостопом. Автостоп в Новой Зеландии – это просто песня. Не успеваешь выйти на дорогу, как машины сами останавливаются. Психолог-путешественник однажды вышел из родного Омска на запад и через год вернулся обратно с востока, совершив кругосветные путешествия. И цель его кругосветки – не просто посмотреть мир, а скорее познать себя и изучить свои страхи. Для чистоты эксперимента Александр не взял с собой ни денег, ни телефона, а просто отправился, куда глаза глядят. Не знал он даже иностранного языка. Об этом ученый-экстремал рассказывает нам уже на набережной в Архангельске. Я собрал рюкзак и думаю, а зачем я буду? И решил, завтра утром я выхожу и решил, зачем завтра? Может, послезавтра? То есть вот он, страх уже пошел подниматься. И они начали подниматься, страхи походу. Я выхожу первый раз на дорогу, мне, а может это? Ладно, это не та машина. Ладно, я еще постою. Ладно, я еще подумаю. Друзья даже делали ставки, когда вернется из своего путешествия психолог-экспериментатор. Но прошло два месяца и стало понятно, вернется не скоро. На вопрос, где побывали, Александр отвечает, проще сказать, где не был. Повидал в пути достаточно. И в лесу ночевал, и мог под дождем. Случались и курьезы. Как-то в Нью-Йорке решил заночевать прямо на набережной с видом на статую свободы. Подошли двое полицейских и спросили паспорт. Представьте, я сижу на лавочке, вот так застегнут спальники. Я делаю такой жест, да, я расстегиваю спальник, ну и делаю вот так рукой. А я им сказал, я русский. Они уже слышали, я русский. Я делаю вот такой жест. Дальше происходит, что два полицейских выхватывают пистолет, что-то начинают кричать. Эксперимент уже закончился. Сегодня Александр пишет кандидатскую диссертацию на его основе. Многочисленные подписчики в социальных сетях, следившие за ходом путешествия, попросили адаптировать научную работу и для широкого круга читателей. Поэтому скоро в свет выйдет книга о путешествии без денег, без маршрута и без страха. В ней о том, как отбросить сомнения и просто сделать то, на что раньше не мог решиться. Владимир Толыгский, Алексей Седых, Вести Поморья.